Большой праздник на стадионе Прогресса. Здесь теперь и одноименный Ледовый дворец. Его открытие проходит торжественно. Гостей приветствуют куклы-великаны. Играет оркестр, угощает мороженым и кукурузой. Внутри арены любителей ледовых видов спорта ждет новый крытый каток площадью в 4,5 тысячи квадратных метров. Есть также тренажерный зал и предусмотрены помещения для занятий фитнесом и хореографией. У нас в Алтайском крае продолжается активная, интенсивная, плановая и в то же время системная работа по созданию условий для того, чтобы и наше подрастающее поколение, и взрослые люди, и люди пожилого возраста имели возможность заниматься спортом, физической культурой, вести здоровый образ жизни. Сегодня прекрасный ледовый дворец, который мы открываем, это еще один шаг на этом пути. За два года, что в Бийске строили арену, было немало поводов для волнений. Стройка пришлась и на пандемию, и на последовавший взлет цен на стройматериалы и металлоконструкции. Но все задуманное удалось выполнить. На средства двух проектов регионального спортнорма жизни и национального демография арена возведена. На ее строительство в общей сложности выделено почти 550 миллионов рублей. Дворец стал первой круглогодичной ледовой ареной с искусственным льдом в Бийске. В принципе, Бийск всегда славился тем, что у нас город хоккейный, и наши младшие команды, которые занимались постоянно либо на лицейской коробке, либо больше нигде, постоянно выигрывали своих сверстников из других городов Алтайского края. Ну а сейчас, я думаю, это такой будет шаг вперед. Арена соответствует мировым стандартам и оснащена новейшим оборудованием – трибунами на 250 посадочных мест. Для спортсменов и любителей есть четыре удобные раздевалки с душевыми и медицинский кабинет. А после тренировок битчане смогут выпить чашечку кофе в местном уютном кафе. Тут очень хорошо. Я прокатился, сразу почувствовала, что наш лед. Не надо ездить никуда. Катка не было круглогодичного в городе никогда. Это первый каток. То есть мы тренировались, ездили в Башкари тренироваться и в Майму тренироваться в осенний, весенний период. Тренировались, катались только в Бийске, только зимой. Теперь ни тренерам, ни родителям юных спортсменов не придется ломать голову, где провести очередную тренировку. В Бийске свой лед. И доступ к нему круглогодичный. И решена еще одна проблема спортивной отрасли края. Дмитрий Дроздов, День с толком.